Кампилобактериоз Патогенами для человека являются термофильные кампилобактеры видов Еюни, кампилобактер Коли и кампилобактер Лари. Значительно реже встречаются у людей. У человека инфекция протекает в виде острого кишечного заболевания и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта. Возникают энтериты, энтероколиты, колиты, гастроэнтероколиты. Кампилобактериозная инфекция характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, и наиболее распространённая форма течения болезни является энтероколит. Симптомов, позволяющие поставить диагноз на основании клиники, к сожалению, отсутствуют, поэтому только качественная лабораторная диагностика позволяет поставить диагноз кампилобактериоз. Лабораторное исследование клинического материала для диагностики кампилобактериоза проводится в следующих случаях. Это согласно санитарным правилам и нормам 2021 года. У больных любого возраста с симптомами острой водянистой или кровавой диареи. У больных с симптомами острой кишечной инфекции при наличии у них профессионального риска. Это работники птицеводческих и животноводческих хозяйств, птицеперерабатывающих предприятий, работники, занимающиеся реализацией птицепродуктов, а также лица, занимающиеся разведением птиц в личных приусадебных хозяйствах, у больных с клиникой острой кишечной инфекции, имеющих эпидемиологическую связь с зарегистрированным очагом кампилобактериоза. Следует отметить, что медицинским работникам, который установил диагноз острой кишечной инфекции, предположительно кампилобактериоз, с учетом клинических и эпидемиологических данных, проводится забор клинического материала для лабораторных исследований в день обращения больного в лечебно-профилактическую организацию до начала этиотропного лечения. В направлении обязательно подчеркивается необходимость исследования на кампилобактериоз. В настоящее время известно более 18 видов бактерий рода кампилобактер. Наибольшее распространение, международное распространение, как возбудители, я хочу повториться, это кампилобактер еюни, кампилобактер колия и кампилобактер лари. При генерализованных и септических формах вне кишечного кампилобактериоза наиболее частым и телогическим агентом являются кампилобактеры вида фетус. Вот здесь представлены патогенные виды кампилобактер, о которых мы сейчас говорили, и малоизученные виды кампилобактер, которые в настоящее время изучаются, и, возможно, среди них будут тоже возбудители кишечных инфекций у человека. Характеристика рода кампилобактера заключается в том, что это микроаэрофилы, и этим они отличаются от энтеробактерий. Они растут в атмосфере, содержащей 10-15% СО2. Обязательно нужны газогенерирующие пакеты или газовые смеси. И вот так выглядит аноростат, в которых происходит рост кампилобактерий на питательных средах. Токсономия кампилобактеров. Кампилобактеры спор не образуют. Грамм отрицательные палочки. А с греческого переводится как изогнутая палочка. Кампила изогнутый бактериан палочка. Домен бактерия. Тип протеобактерия. Класс. Эпсила протеобактерия. Порядок кампилобактералис. Семейство кампилобактериак С. Род кампилобактер. Тонкие изогнутые палочки. Некоторые виды могут быть прямыми палочками или спирализованными с одним или двумя завитками. Характерны S-образные формы и клетки, напоминающие крыло летящей чайки в виде короткой цепочки. Клетки в старых культурах образуют сферические или коковидные формы. И под микроскопом можно не узнать, что это кампилобактерии. Основное биологическое свойство, что кампилобактерии – микроаэрофилы. Они растут при пониженной концентрации кислорода 5-10% и повышенного содержания углекислого газа. В аэробных и аэробных условиях кампилобактерии не растут. Представлена заболеваемость острых кишечных инфекций Российской Федерации. Доля этиологических форм структуры острых кишечных инфекций. Красным большим таким участком 72% – это острые кишечные инфекции, неясные этиологии. Не все территории, не все больницы, не все лаборатории могут диагностировать кампилобактерии или вирусные инфекции. Поэтому у нас достаточно высока доля острых кишечных инфекций, неясные этиологии. Сальмонеллезы составляют 5%, шигеллезы – 1% и шерихиозы – 2% в этиологической структуре. Кампилобактериозы – 1%, вирусные инфекции – 19%. Это те лаборатории, у которых есть молекулярно-генетические методы, и они могут вирусной инфекции проводить детекцию молекулярно-генетическим методом. Если посмотреть показатели заболеваемости, это следующий график населения, то сальмонеллезы составляют 14,7 на 100 тысяч населения, шигеллезы – 1,98 на 100 тысяч, и шерихиозы – 3,7 на 100 тысяч, кампилобактериоз – 1,4 на 100 тысяч, вирусные инфекции – 53,7 и 193,6 на 100 тысяч – это неясные этиологии. Немного истории. Возбудитель кампилобактериоза был открыт Теодором Эшерих в 1886 году. Он опубликовал серию статей в журнале «Мюнхенский медицинский еженедельник» и описал спиралевидные бактерии, выделенные из кишечника детей, заболевших детской холерой. Отметил скудный рост на жидких питательной среде, и в дальнейшем он выделил такие спиралевидные бактерии из 30 проб испражнений от 72 детей с диареей. Несмотря на эти наблюдения, он решил, что спиралевидные бактерии не играют значительной роли в этиологии диареи, и на какое-то время прекратилось изучение кампилобактерий. Вот так под микроскопом выглядят нежные палочки, немножко извитые, напоминающие где-то крыло ласточки, грамотрицательные извитые палочки. Так выглядят и кампилобактер еюни, и кампилобактер коли, и кампилобактер лари. Кампилобактериозы – это зоанозы или, правильнее говорить, зоантропонозы, болеет человек, диарейные заболевания, энтероколиты, могут быть генерализованные инфекции или локализованные вне кишечной формы. Возможно, перинатальные инфекции, когда от матери ребенку в период внутриутробного развития передается, это будут внутриутробные кампилобактериозы, или врожденные инфекции. Во время родов, собственно, перинатальные или интранатальные инфекции, или непосредственно после родов – постнатальные инфекции. А кампилобактерии вызывают еще заболевания полости рта. У животных, как правило, заболевания репродуктивной сферы регистрируются, и диарейные заболевания. Механизм передачи такой же, как у всех острых кишечных инфекций – это фекально-оральный, пищевой путь передачи, может быть водный путь передачи, контактно-бытовой, может быть от животного к человеку, от человека к животному, но здесь достаточно редко такое встречается. В развитых, развивающихся странах доминируют разные пути передачи. Клиника кампилобактериозного энтероколита. Продрамальный период может быть до нескольких суток. Это недомогание, головная боль, головокружение, отсутствие аппетита, могут быть миалгии, алтралгии и лихорадка. В разгаре заболевания отмечаются абдоминальные спазмы, обильный жидкий стул, водянистый или слизеподобный, с лейкоцитами и следами свежей крови. Он продолжается от двух суток до десяти. Выздоровление наступает позже, от трех суток до трех недель. Боли в животе, в брюшной полости могут продолжаться и в некоторых случаях может отмечаться обезвоживание. Осложнения встречаются в виде аппендикулярного синдрома, холецистита, перитонита, септицемии, менингита, артралгии, узловатой эритемы и другие осложнения. Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, внекишечные осложнения, аутоиммунные осложнения и проявления ревматизма, неврологические и нейромышечные осложнения. Аутоиммунные осложнения обычно встречаются. Это обратимый тяжелый восходящий паралич. Заболеваемость составляет 1 на 100 тысяч жителей в экономически развитых странах. У 14-18% жителей с аутоиммунными осложнениями документально подтверждена предшествующая инфекция кампилобактер июни сирологическим методом или выделением копрокультуры. Встречается 1 случай на 1000 случаев инфекции. Как правило, возбудитель кампилобактер июни через 3-6 недель после начала заболевания. Методы диагностики. Бактериоскопический метод. Он редко встречается, этот сейчас метод. Но изначально в материале можно увидеть, если внимательно посмотреть, такие нежные граммотрицательные палочки. Изогнутые, спиралевидные. Основной метод бактериологический позволяет нам выделять чистую культуру кампилобактерий. И, конечно, генодиагностика в настоящее время – это быстрый хороший метод, который позволяет идентифицировать ДНК кампилобактерий в пробах фекалий или другого биоматериала. Если сравнить эти методы, бактериоскопию, культуральную или бактериологическую генодиагностику, то быстрота получения результата, конечно, у бактериоскопического метода, если мало больных. И молекулярно-генетические методы. Чувствительность хорошая у культурального бактериологического метода и молекулярно-генетического. Идентификация возможна культуральным методом и, возможно, молекулярно-генетическим. Резистентность к антибиотикам – это только культуральный бактериологический метод при выделении чистой культуры кампилобактерий. Ну и эпидемиологическое маркирование можно проводить культуральным методом и молекулярно-генетическими методами. Как правило, для этого нужна чистая культура, то есть два метода, тогда можно сделать очень четкое, хорошее эпидемиологическое маркирование для расследования вспышек и для характеристики эпидемиологических особенностей. В Российской Федерации существуют тест-системы для диагностики кампилобактериоза. Они существуют в виде дополнений с кампилобактериями сальмонелла и шигелла. Есть на 8 возбудителей – это шигелла, энтероинвазивный шерихиоколи, сальмонелла, кампилобактер, аденовирус, ротовирус, норовирус, астровирус. Это ОКИ-скрин. Сразу можно посмотреть, какой возбудитель. И дальше подсоединить можно сирологические методы, либо культуральные методы для того, чтобы четко определить возбудителя. Есть детекция отдельных возбудителей. Отдельно ротовирусы, отдельно норовирусы, ирсиниэнтероколитика, шигелла, сальмонелла, кластридиум дефицели. Одна проблема есть при использовании молекулярно-генетических методов для диагностики острых кишечных инфекций. К сожалению, шигеллы и энтероинвазивные шерихиоколи нельзя дифференцировать молекулярно-генетическим методом, потому что они относятся к одному геново-виду. В остальных случаях это очень хороший метод, быстрый, надежный метод и достаточно достоверный. Можно использовать молдитов, если у нас есть чистая культура возбудителей, и очень быстро увидеть родовую принадлежность и видовую принадлежность этого возбудителя. Источниками инфекции и факторы передачи различные в экономически развитых странах и развивающихся странах домашняя птица, продукты, мясо, вода, необработанное молоко, сырое, перекрестная контаминация других продуктов и домашние животные. Это в экономически развитых странах. Развивающиеся страны – это вода, контаминированная кампилобактериями, это страны, в которых нет доброкачественной воды, прямой контакт с животными и контаминация окружающей среды, когда тоже можно заболеть от объектов внешней среды. Источниками кампилобактерий является большой круг животных и источниками пищевые продукты. Это может быть и молоко, это может быть домашние животные, это мясо, это коровы, говядина, это свиньи, курицы, ну и пищевые продукты из этих животных. Поэтому широко очень распространены в природе кампилобактерии и те страны или те территории, которые научились выделять кампилобактерии, в этих странах и на этих территориях кампилобактерии в этиологической структуре превалируют над сальмонеллезами. Доля кампилобактериоза в этиологии острых кишечных инфекций представлена вот здесь на этом слайде в разных странах. 70,9% это в Азии регистрируется до 16250 случаев, в Африке это 16%, в Европе, не в Евросоюзе, а в отдельных странах это 7,3%, но все равно больше полутора тысяч случаев регистрируется ежегодно. В Южной Америке это 580 случаев, в Северной и Центральной Америке 2,3%, 500 случаев в год, и в Океане около 0,4%, ну 100 случаев примерно в год регистрируется. В Российской Федерации кампилобактериозы тоже регистрируется, и лабораторная диагностика описана, есть санитарные правила, есть методические рекомендации, и есть тесты для молекулярной диагностики. Какие же эпидемиологические особенности и закономерности у этой инфекции? Наиболее высокая заболеваемость регистрируется у детей до 1 года. Примерно 95 случаев на 100 тысяч у девочек и 118 случаев на 100 тысяч мальчиков. Заболеваемость снижается с возрастной группы от 1 до 5 лет и незначительно повышается у лиц старше 64 лет. Риск инфекции был выше у мужчин, особенно до 15 лет и старше 45 лет. Около 40% случаев требовали госпитального лечения и госпитализации. И самые высокие показатели госпитализации, 74-88% случаев, были зарегистрированы на Кипре, в Латвии, в Литве, в Румынии, в Великобритании. Три страны из перечисленных одновременно сообщали о самых низких уровнях заболеваемости кампилобактериозом, что свидетельствовало о том, что системы надзора в этих странах в первую очередь учитывали наиболее тяжелые случаи и пропускали легкие случаи. Летальность при кампилобактериозе в странах Евросоюза была на уровне 0,03-0,04%. И есть проблема резистентности к антибактериальным препаратам. Повышение резистентности кампилобактеров к антибиотикам является главной проблемой здравоохранения этой инфекции. И в основном наблюдается резкое увеличение числа штаммов резистентных кторхиналонов. Первые сообщения о штаммах резистентных кторхиналонов в Европе появились во второй половине прошлого века, в 1980-х годах. После введения в торхиналонов и в частности энрофлексацина в ветеринарную практику появились штаммы резистентные к торхиналонам, которые выделялись у людей. Дальнейшие сообщения появлялись в других экономически развитых и развивающихся странах. Например, в Нигерии в 1989 году и в 1992 году не было выделено резистентных штаммов. Первый резистентный штамм появился в 1995 году. Тем не менее, в 2017 году ВОЗ выпустила список, состоящий из 12 приоритетных бактериальных возбудителей для проведения исследований и создания новых антибиотиков. В первую группу приоритетности, критический высокий уровень, вошли возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. А во второй высокий уровень приоритетности вошли кампилобактер, резистентный к торхиналонам, сальмонеллы, резистентные к торхиналонам. И в третий уровень средний вошли шигеллы, резистентные к торхиналонам. То есть на сегодняшний день три известных широко распространенных возбудителей острых кишечных инфекций являются резистентными к торхиналонам. И в этом плане необходимо проводить микробиологический мониторинг резистентности к антибиотикам всех возбудителей острых кишечных инфекций. На этом я заканчиваю свою лекцию. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.